Девушки отдыхают Иллюзии, то ли они реально были, а потом жабы 20 лет прозябали в комнате фантазий Я сам нифига не понял, потому что не обнаружил русских субтитров Ну, в общем, жабы решили возродить классику Да, так и сказали, ребут А на фоне тем временем какие-то левые непонятные уродливые персонажи говорят, что вообще не любят все эти игры с 90-х И никому эта труха не нужна Я не знаю, то ли они так шутят, то ли они всерьез созвучивают мысли разработчиков В любом случае, это очень иронично Ведь все, что от вас требовалось, это сделать ебаный ремастер старой игры, блядь Что это за цветастая херня? Что это за кривая рисовка? Что это за недослейшер из гринлайта за 50 копеек? Что это за музыка? Ай, знаете, вот первое впечатление, которое пришло во время игры Оно следующее Если бы не название Battle Tots, я бы в жизни в это играть не стал Даже близко бы не подошел Серьезно, даже в кооперативе есть до хрена гораздо более интересных игр подобного жанра Взять тот же ремейк Double Dragon Он не идеален, конечно, да? Но на 100 голов выше вот этого дряни Я не знаю, что это за стилистика такая, в которой игра выполнена Я не знаю, картун что ли какой-то Будут называть его сумбур или балаган Так вот, в этом балагане разработчики явно решили всласть Попаразитировать на легендарном платформере из 90-х И, наверное, это тот момент, когда покадровое копирование игры с поправкой на новые технологии Стало бы идеальным решением Что такое оригинальный Battle Tots, если вкратце? Это хардкорный платформер, отлично балансирующий между предельным минимализмом и драйвовым экшеном И это не ностальгические завывания Старпера Я за последний год дважды пробовал в них играть Они по-прежнему динамичнее и интереснее многих современных поделок Вот, кстати, насчет поделок Мне реально эта игра напомнила поделку из Гринлайта Таких море выходит Тут разве что в глаза бросается бюджет Все же сделать даже такую кривую рисовку нелепую стоит немало денег Да, и еще бренд дорогой налепили Battle Tots В остальном же игра не имеет совершенно ничего общего с оригиналом Вместо копирования она решила переосмыслить все былое Ну, хорошо, переосмысление это не всегда плохо Но то, что получилось, это уже ни в какие ворота Происходит какая-то нелепая свалка Притом, не знаю, мультяшная свалка в кислотных цветах А когда они в кислотных на следующих уровнях, то лучше не становится Так вот, вот эти вот жабы Да, не удивляйтесь Эти вот кривые мутанты Это наши с вами жабы Рэш и Сицы Пипл Они, в общем, как обычно, борют зло Раньше был один тип удара Пять типов анимации И море фана Сейчас около десятка типов ударов С полтора, наверное, десятка анимаций И скукота, в лучшем случае А в худшем случае, жалко, нету пистолета, я вам скажу Действительно, есть удар обычный Есть удар с подбросом Удар усиленный для пробития блоков Удар в прыжке Захват языком Плевок Еще есть отдельный прием для поедания мух Плюс стрейф И как раньше только двумя кнопками обходились Все эти приемы имеют разные эффекты анимации В зависимости от жабы Господи, как же они убого сделаны Вот эта вот искривленная рисовка А-ля под метафетамином Совершенно не подходит жабам Знаете, вот скромная стилистика Того же Марков Ниндзя Подошла бы куда лучше Я бы даже сказал, идеально подошла бы А тут какой-то Содом и Гамора И все это сопровождается Какими-то мультяшными звуками Реально мультяшными Вот эти все крякания резиновых уточек Там, не знаю, прочие сопляжуйства, да Враги выглядят точно так же, как и мы Такие же кривые, нелепые И боссы такие же Тут все такое же А вот посмотрите, чем стали знаменитые гонки Да, наслаждайтесь, что сказать Самое забавное, что в заставке Ты явно слышишь ремейк Тех самых мелодий Тех самых из 90-х И ты уже думаешь Ну, блин, может все не так уж и плохо Да нет, все именно так и плохо На тех же гонках не звучит ремейк Той самой мелодии Там звучит какая-то какофония И на первом уровне то же самое Возможно, потом они зазвучат Но, честно, мне уже попик Это тоже переосмысление Додолбанные фанаты за 30 лет сделали ремейки лучше Не знаю, сыграв их чуть ли там ни на сковородках И весь этот балаган сдобрен, не знаю, искрометным юмором, наверное По мнению разработчиков Да, такой искрометный, что того и глядей что-то взорвется Например, мое седалище Все на уровне школьных шуток про говно Такие вот тут, знаете, интеллектуалы собрались Комедия абсурда Это сложный жанр И недостаточно просто показывать Жабу в заполненных дерьмом памперсах Или провести трамвай через дом, чтобы стало смешно Но разработчики, видимо, иного мнения Еще какую-то мини-игру ввели То массаж сделает То бумаги подпишет Зачем все это? Зачем? Очки зарабатывать? Для кого это сделано? Вы простите, что я так хаотично все рассказываю Но у меня впервые, наверное, за все время не находятся Не знаю, слов нормальных И даже эмоций нормальных не находятся Какая же это хренота Знаете что? Я думаю, лучше меня об этой игре расскажет зомби из Half-Life Давайте дадим ему слово Действительно, лучше не скажешь Спасибо зомби из Half-Life Ребят, тут просто можно показать пальцем в монитор Рандомно в любое место И ты обязательно попадешь на что-то, что можно ругать часами Сутками, неделями Я не понимаю, кому это может нравиться? Мы, видите ли, не правы Потому что наиграли от 20 минут до 2 часов Ого! Да я даже эти полчаса еле вынес Я до этого момента считал, что худшая потеря времени за игрой в моей жизни Это сраный Legendary The Box Но теперь он на втором месте Да пиксельный Broforce во 100 крат лучше Да Street of Rage 4 Вот где реально при одолжении старой игры Вот он лучше Да что угодно лучше Еще, мол, такая тема, что Вялый старт Ну еще бы не вялый Я понимаю, расчет был на то, что Миллионы фанатов оригинала ломанутся покупать игру От чего повесит в очередной раз сервера Стима, да? Только просчет вышел Это в школоте можно всякое фуфло под брендовой маркой толкать У них такое сознание устроено, ну так В силу возраста А фанатам оригинала сейчас под 30, никому-то, сука, под 50 уже И они не будут покупать эту хреноту И новые игроки, видев это, тоже, скорее всего, протестируют зомби из Half-Life'а Спасибо, я помню, заткнись! Что-то плохо-то Ой, в общем Это все, что угодно, только не Battle Tots Называяся игра иначе, к ней бы отношение было совершенно иное Как к непонятной хрени Со своей горсткой фанатов Пусть так Но тут, очевидно, попытка выехать на бренде Ребят, не тратьте на это деньги И не тратьте на это время Старенты тоже не качайте, оно того не стоит Скачайте лучше эмулятор и поиграйте в оригинал Я вас уверяю, это куда интереснее Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!